Всем привет! Дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и в сегодняшнем видео у нас будет покупка всех, абсолютно всех, магических лошадей. Но в моем случае покупка всех тех, которых мне не хватало, потому что до этого я смогла купить себе аж двух магических шайров. На сегодняшнем обновлении к нам вернулся Гарри Готланд, и он привез абсолютно всех магических лошадей, что привозил до этого. Исключение магических лозетанов, которые больше обещали в игрушку не добавлять. Поэтому сегодня я и Леша поедем и будем просто скупать абсолютно всех лошадей. К сожалению, я не могла записывать звук во время игры и во время записи самого видео, поэтому сейчас его буду накладывать просто-напросто поверх. И буду озвучивать все, что вы видите на экране. Первым делом я и Леша отправились конкретно в Фергове, после чего вместе дружно поехали скупать Гарри Готланд у всех его лошадей. Если честно, я очень жаждала этих покупок и даже умудрилась сделать так, что на удвоение положила себе и Леша по 10 тысяч ска. Это был, скажем так, такой подарочек нам с ним, потому что мне приятно, что он играет со мной и ему нравится, я даже его не заставляю. Да и в принципе магические лошади очень классные, а учитывая то, как сейчас разработчики любят убирать все старое и добавлять все больше нового, я решила, что все-таки буду скупать абсолютно всех, даже тех, которых не очень бы хотелось. Таким образом я купила себе зеленого шара и ярко-белого с розовым шара и даже золотого. Но хотя золотой мне очень сильно нравился внешне в обычном облике, он очень красивый, нежный и бежевый. Именно сейчас на вашем экране я подъехала и очень долго думала с кого же начать свою покупку, начала я все-таки с золотого. Каждый шар, как вы помните, стоит по 600 ска, все маленькие лошади стоят по 400. Название, конечно же, точнее имя лошади не заставило себя ждать. Каждое имя я выбирала не очень долго, поэтому не вижу смысла обрезать видео на этих моментах. Я буду очень рада, если вы поставите лайк и напишите комментарий, каких вы купили лошади, или вы так же, как я, скупили всех, целиком и полностью. Леша же, в свою очередь, не хотел покупать вначале, ну не очень желал покупать маленького серебристого. И да, как только вам будет высвечиваться надпись «Поздравляем с новой лошадью», тут же вы можете представлять мой всеми известный писк, который я издаю, когда, неважно, покупаю какую-либо лошадь. Этот писк просто остался моей любимой какой-то изюминкой, и что каждый раз, когда высвечивается надпись и звук монеток, что я потратила ска, но купила при этом лошадь, будет издаваться все тот же самый-самый мой любимый писк. Как видите, я пропустила черного с синегривой, те, кто не знают, он у меня уже есть, и дружно стоит в конюшне со своим братом, очень похожим на него конем, который будет добавлен, в принципе, во время Хэллоуина. И, кстати, да, разумеется, я его покупать не буду, его будет покупать Леша, так как этот конь тоже относится к магическим, и поэтому, если вы не знаете, то я вам говорю, напоминаю, что скоро будет октябрь, Хэллоуин, время Хэллоуина, поэтому нужно помнить о том, что не нужно тратить сейчас разом все ска, что нужно оставить еще немножечко, потому что скоро добавят еще одного магического шайра, и если у вас его нету, то, как бы, вот, пожалуйста, я вам даю такую подсказочку. Следующим, кстати, я покупала этого шайра, я его назвала, насколько я помню, первую часть, не помню, вот, вторая часть, а пал, потому что он такой яркий, красочный, и, в принципе, я не испытываю особого восторга к каким-то конкретным шайрам из этой серии, кроме радужного и черного с синегривой. Зато, когда я скупала всех маленьких лошадей, и когда я узнала, что магические маленькие коняхи, это не просто первые магические коняхи, это конкретно магические исландцы, у меня отвисла челюсть, а узнала я об этом только сегодня, когда начала читать обновление. Так что, да, опять же, на экране покупка новой лошади, мой писк раздавался на всю комнату, я сидела вместе с Лешей, не знаю, как он не оглох от моих, просто издаваемых громких звуков. Радужного я не буду покупать, потому что он у меня тоже есть, я его купила, по-моему, это был мой самый, кстати, самый-самый первый шайр, а вот эта лапонька была когда-то моей самой первой мечтой. Поэтому я решила, что вначале куплю синего, потом красного с черным, а потом уже этого серебристого фиолетового. Я мечтала о нем, как только, в принципе, узнала о том, что в ССО есть магические лошади, и вы даже не представляете, как я радуюсь на нем кататься. Я даже не имею желания качать, в принципе, всех магических лошадей, потому что они и так сами по себе медленные и будут стоять у меня в конюшне в качестве просто симпатичных лошадок. Если я буду ролить или просто захочу на них покататься, я буду знать уже, что они стоят у меня в конюшне, и в какой-то магический день я просто смогу сесть на них. Опять мой радостный писк, потому что я сейчас смотрю на эту картинку, вспоминаю, просто с каким восторгом я покупала, скупала всех этих лошадей. Наравне с Лешей, Лешей там одних покупала, я быстренько скупала других, я не готовила имена вообще, просто брала и покупала. Даже описание не читала, хотя вижу, что у них сила 4, дисциплина 2, все остальное по нулям, и гибкость вроде бы 1. Такие классные лошади, просто не могу прям. Ребята, я вообще очень, на самом деле, очень-очень рада, что разработчики решили вначале сделать опрос, каких лошадей вы давно не видели, каких лошадей вы хотите увидеть в следующем приезде горы Готленда, и вот они сделали удвоение. Потом они заранее сообщили, значит, что привезут всех лошадей. После этого уже сделали удвоение, а потом уже среда, то бишь сегодня и добавление всех этих прекрасных лошадей. Это просто превосходно, ребята. И да, кстати, хочу сказать, что сейчас я записываю немножечко на другой микрофон, просто потому что не у себя дома, я решила воспользоваться моментом. Если у Леши вот оказался запасной микрофончик, решила воспользоваться им, потому что мы сидим в одной комнате, у него одни звуки, у меня другие, я решила воспользоваться маленьким микрофончиком. Но к чему это я? Ожидайте, действительно, говорю вам искренне и радостно, потому что сама очень сильно этого хочу. Ожидайте, скоро действительно новую озвучку на канале, потому что будет новый микрофон. Какой? Сказать не могу. Но знаю точно, что прежде чем я буду записывать видео по ССО на новый микрофон, я сделаю обзор этого микрофона и постараюсь его сделать нормально. Получше, чем обзор на мой телефон, который я делала в этом году. И если честно, мне немножечко стыдно. Мне стыдно за качество видео, но и удивляюсь, что на нем чуть ли не 3000 с чем-то просмотров на данный момент. Так, и тем не менее, мы уже подошли к покупке последней лошади, которую я очень сильно мечтала, очень сильно хотела. Это просто волшебное чувство. Я даже не пожалела после того, как я купила этих всех магических лошадей и опробовала их и посмотрела вместе с Лешей. Я потратила 400, еще 400 СК и изменила себе внешность. Да, да, очередное бомбилово от того, что Дашу раз в полгода просто очень сильное желание накрывает сменить внешность персонажа на а-ля такую пастельную, такую лолочку-девочку. Не знаю почему. Тут я все-таки решила, что раз уж я скупила абсолютно всех магиков, у меня есть Лузитана, у меня есть магики из зимы, с Хэллоуина, то у меня должны быть, значит, абсолютно все магики. Будет такая у меня целая коллекция магиков. Я не буду, если честно, ей гордиться, но заходя в конюшню, буду чувствовать, как в ней прям витает волшебство. А если когда-нибудь разработчики смогут сделать нам такую возможность, как изменение внешнего вида конюшни, именно внутри, то в какие-то моменты можно будет устраивать себя полное волшебство, типа белые стены и какие-то нижние розовые железные оформления. Ой, я до сих пор на самом деле не нарадуюсь, хотя я уже вышла из игрушки, я уже поменяла облик, уже накаталась на своих лошадях, этих всех магических. Я в полном восторге, Леша в полном восторге. Мы встретили наших соклубников, которые тоже в полном восторге. Радуются, не нарадуются тому, что они наконец-то купили тех лошадей, которые хотели. Причем, в принципе, почти все, все, кого я видела во время покупки и соклубников, и просто игроков. Большинство толпились у самых первых магиков. Тут мы, конечно, разумеется, после покупки всех нужных нам конях подходим к Гарри и Готленду. Он нам рассказывает, что, в принципе, он так часто к нам приезжал. И так как его все очень об этом просили, он привез всех лошадок, и он очень рад этому. И надеется, что каждая лошадь найдет себе идеального хозяина. Гарри, не беспокойся. Все, кто хотел, всех скупят, все на них будут кататься в ближайшие недели-две точно. Потому что, ну, мне кажется, если на больших шарах и так всем очень много катались, то сейчас все будут кататься на самых первых магических лошадках. Лично я не помню, но, по словам текстового изобновления на сайте разработчиков, в первый раз или же в последний раз, не помню, короче, магических, самых первых вот этих маленьких исландских лошадок завозили аж три года назад, ребята. Три года. Я не представляю, как так долго. Я вообще в шоке от того, как быстро пролетели те два года. И, тем не менее, надеюсь, что не просто так. Я купила себе лайф, я прокачалась, я выполняла все задания, повышала репутацию. Хотя, все мы знаем, что рыбалка, в принципе, качается плохо у всех. Здесь я уже всех скупила, я ждала Лешу, смотрела что да как. Вот, тем не менее, сейчас мы телепортимся давайте в конюшню и посмотрим, как все у нас здесь обстоит. Обстоит у нас здесь все очень хорошо. Я навела порядок, быстренько как только вошла, и теперь все лошади сейчас у меня в конюшне стоят по такому принципу. Вот в этой части такой уголок стоит, стоят все три начальных магических исландц, и я просто в восторге. Ребята, это непередаваемые эмоции. Мало того, что я купила очень много лошадей, так я и купила прекрасных волшебных лошадок, от которых мечтала аж два года, о которых наслышанно видела видеозаписи, скриншоты. И когда я видела, что кто-то на них катается, мне, если честно, кидала зависть. Поэтому я очень рада. Да, конечно, некоторых лошадок я не так сильно хотела, но зато я могу точно сказать, что у меня, конечно, наполнено магией. Всего в сумме у меня сейчас находится 13 магических лошадей. Три маленьких исландца, два лузитана, один с зимы, один с локацией, которая во время Хэллоуина открывается. Ах да, он называется конь всадника без головы. И также, сколько, дайте подумать, шесть магических шаров. Ребята, у меня должны феи с пальцой летать по всей конюшне от всего этого мимимишиства. Я решила сразу, на кого сяду первее всего. Учитывая то, что до этого я уже каталась на двух магических шарах. Вы просто посмотрите на эту милую лошадку, на его глаза, на его пятнышки, на его яркую фиолетовую гриву. И на, в принципе, его серебристый оттенок. Это просто шикарная милая коняшка. Да, конечно, он медленней, и я не собираюсь его качать. Это лошадь не для спорта, это лошадь не для скачек, это лошадь для души. И я вообще, в принципе, в чемпионатах не участвую. Поэтому просто лошадка моего настроения, которой я, надеюсь, буду кататься очень долго. Разумеется, я буду качать и других лошадей, которые до этого хотела качать. К примеру, я удивилась, но я за очень короткий срок для себя прокачала своего вороного андалуза. И он уже стоит в конюшне у 15 уровня, и я не хотела с него слезать. Поэтому сейчас моя цель прокачать до 15 уровня светло-серого андалуза. А так, пока что, в непрокачиваемое время, моей основной лошадью должна быть вот эта. Просто фиолетовая прелесть. Просто загадочная комета, я ее назвала. И я вообще ни капельки не жалею, что потратила деньги на удвоение. Купила и себе, и молодому человеку по 10 тысяч ска. И мы смогли, учитывая вообще, что он, получается, с первого раза смог купить себе своих первых магических лошадей. И искупила, в принципе, всех. То есть, представляете, как человеку произвело? Я лично очень этому радуюсь. И, ребят, я говорю вам, если вы, к примеру, еще не купили магических лошадей, или вы думаете покупать или не купать, просто доверьтесь своему ощущению. Если вам нравится какая-то из этих лошадок, просто бегите и покупайте. Не ждите, не думайте, что купите в следующий раз. А то разработчики подумают, что все, как бы мы добавили вам возможность, чтобы всех лошадок скупили, значит, мы больше, в принципе, не будем их добавлять. Потому что, серьезно, ребят, первых магиков 3 года. 3 года не добавляли. Это кошмар. Так что, если вам нравится, бегите и покупайте. Не жалейте. Просто не жалейте. Если у вас плохо с деньгами и плохо со старкоинцами, всегда живите по такому методу, что купите себе какую-нибудь одну лошадь, которую вы очень сильно будете любить. Вы будете просто обожать кататься на ней везде и всюду. Быстро прокачайте до 15 уровня. Или, возможно, не быстро. А дальше можете просто копить СК. Можете себе класть СК на удвоение. И, к примеру, вы можете тратить их только, если будут какие-то добавляться лошади, которые, к примеру, по акции. То бишь, они ненадолго и их будут скоро убирать. Или же, когда у вас накопилось достаточно много СК, вы можете купить себе какую-нибудь одну новую лошадь и все остальное просто оставить себе дальше. То есть, какой-то запас должен быть. Потому что, если раньше мы все сидели, мы все изучали и считали, раз в сколько недель, сколько месяцев, что в каком обновлении должно выходить, сейчас разработчики целиком и полностью сломали эту схему. И это очень сложно. Потому что, по-моему, единственное, что осталось, это то, что раз в месяц примерно, или раз в 4-3 недели, скажем так, разработчики добавляют удвоение. А всю остальную систему они целиком и полностью сломали. Раньше было так. Раз в месяц они добавляют лошадей. Раз в месяц они добавляют обновленных лошадей. Раз в месяц они добавляют новые задания. И раз в месяц они добавляют какую-то сезонную штуку. То есть, сейчас абсолютно целиком и полностью невозможно просчитать, что же будет на следующей неделе. Ну и, в принципе, думать не надо. Мы можем просто зайти на сайт и прочесть, что будет на следующей неделе. А точнее, что нас ждет. А ждет нас что-то очень удивительное и странное на следующей неделе, я бы сказала, даже магическое наверняка. Я думаю, это какая-то новая цепочка заданий, связанная с друидами и волшебством. Поэтому сама жду, не дождусь, когда же выйдет следующая неделя. Так что спасибо, что были со мной в этом видео. Ставьте лайки, ждите вместе со мной скорую новую озвучку на канале, которую я даже очень сильно безумно жду. Ну, вы, я думаю, тем более, потому что в любых видео главное настрой в видосах, настрой того, кто записывает и звук. Поэтому спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии, если вам понравилось это видео. Если вы хотите какие-то новые видосы, у вас есть идеи для моего канала, я обязательно прислушаюсь, отвечу вам. И обязательно пролайкаю ваш комментарий. Не пишите, пожалуйста, взаимную подписку, потому что чаще всего, сознаюсь, я не в восторге от тех каналов, которые меня просят взаимоподписаться. Так что всем пока, с вами была я, Данали, и мои все магические лошади, которых я сегодня купила. Не забывайте тренировать ваших лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам! Субтитры подогнал «Симон»!